Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео поговорим о том, как можно одним микроконтроллером управлять сразу несколькими семисегментными светодиодными индикаторами. При этом в случае односимольных светодиодных индикаторов мы будем использовать всего три цифровых пина микроконтроллера, которые подключаем к сдвиговым регистрам. Светодиодных индикаторов может быть три, четыре и более, при этом по данной схеме на каждый светодиодный индикатор приходится по одному восьмибитному сдвиговому регистру 74HC595. В одном из прошлых видео я рассказывал о распиновке сдвигового регистра. Посмотрите, ссылка будет в описании и подсказках. Вкратце напомню, что пины обозначены от Q0 до Q7 это цифровые выходы, которые будут зажигать секции светодиодного индикатора. Восьмой пин для подключения земли, а на шестнадцатый пин мы будем подавать напряжение 5 вольт. Девятый пин, который мы не задействовали в прошлых видео, как раз и служит для последовательного подключения еще одного сдвигового регистра. О нем подробно чуть позже. Десятый пин ресет и тринадцатый пин, который отключает цифровые выходы с Q0 по Q7, у нас постоянно будут подключены. Первый к пяти вольтам, а второй к земле. А вот непосредственно данные в память сдвигового регистра мы записываем с использованием пинов 11, 12 и 14. Именно эти пины у нас подключены к микроконтроллеру. И прежде чем рассказывать о последовательном соединении сдвиговых регистров, расскажу чуть подробнее о принципах записи данных в их память. Схематично это можно представить следующим образом. Предположим, мы хотим записать в память регистра битовое представление цифры 2, которое у нас представлено следующим образом. Вначале нужно подать низкий уровень сигнала на двенадцатый пин ST, сообщив регистру, чтобы он перешел в режим получения новых данных. При подаче низкого уровня сигнала low на пин DS двигового регистра его временный буфер записывается 0, а при подаче высокого уровня сигнала high записывается единица. Таким образом вначале мы подаем низкий сигнал на 14 пин DS и записываем 0 в младший бит памяти регистра. После подаем высокий сигнал на 11 пин SH, тем самым произведя сдвиг всех записанных бит влево на один. Для записи второго бита подаем высокий сигнал на пин DS и записываем единицу в младший бит памяти регистра. И подаем высокий сигнал на пин SH, снова произведя сдвиг всех записанных бит влево на один. Далее таким же образом запишем оставшиеся нули и единицы битового представления цифры 2. В случае использования только одного сдвигового регистра после передачи последнего бита от двойки подавать высокий сигнал на пин SH не нужно, иначе биты снова сдвинуться влево и пропадет наш первый ноль и цифра воспроизведется некорректно. В конце, если мы используем только один сдвиговый регистр, нам достаточно подать высокий уровень сигнала на 12 пин ST. Происходит запись данных в память регистра и все записанные биты одновременно отправляются в виде цифрового сигнала на пины с Q0 по Q7. В случае последовательного подключения второго сдвигового регистра, который мы подключаем к первому, соединяя 9 пин Q7' первого регистра с пином DS второго регистра, происходит следующая ситуация. После записи последнего бита от двойки, если произвести еще один сдвиг, первый записанный бит не исчезает, а его значение отправляется на 9 пин Q7'. И так как он соединен с пином DS второго сдвигового регистра, то записывается в младший бит его буфера. Но отдельно тянуть провода к 11 и 12 пину второго сдвигового регистра от микроконтроллера не нужно, так как изначальный перевод второго сдвигового регистра в режим получения новых данных и сдвиг полученного бита влево, мы осуществляем синхронно с первым сдвиговым регистром. И, следовательно, просто соединяем 11 и 12 пин второго регистра с этими же пинами первого регистра. Таким образом, если мы хотим записать в память второго сдвигового регистра битовое представление числа 2, а в память первого число 3, то мы берем битовое представление нашей тройки. И ровно так же, как мы записывали двойку, по битового записываем число 3, каждый раз производя сдвиг влево. Тем самым тройка как бы вытесняет двойку из первого сдвигового регистра во второй. Таким же образом можно подключить ко второму сдвиговому регистру третий, третий к четвертому и так далее. В конце подаем высокий сигнал на 12 пин СТ всех последовательно соединенных сдвиговых регистров и выводим цифры на светодиодный индикатор. Но на практике, к счастью, все перечисленные мной операции заменяет стандартная функция shift out. Для arduino скетч будет выглядеть вот таким вот образом. Вначале у нас как обычно идет битовое представление всех десяти цифр. В функции setup мы указываем, что пины седьмого по девятый, которые у нас подключены к сдвиговому регистру, должны работать на выход. И после этого сначала подаем низкий уровень сигнала на 12 пины СТ обоих регистров, подготавливая их к приему новых данных. Далее с помощью функции shift out указываем номера в пинов ардуино, которые связаны с пином 14DS и 11SH сдвигового регистра и передаем первому регистру битовые представления цифры 2. Потом снова вызываем функцию shift out с теми же номерами пинов и только в последнем аргументе указываем цифру 3. В конце подаем высокий уровень сигнала на 12 пин СТ сдвигового регистра, сообщая им, что записанные данные можно отправлять на цифровые выводы. В прошлом видео я демонстрировал таблицу подключения светодиодных индикаторов на разное число символов кардуина с использованием сдвигового регистра и без него. В описании к тому видео есть ссылки, по которым можно скачать эти таблицы и распечатать. У меня же в этом ролике светодиодные индикаторы подключены по схеме со сдвиговым регистром и как я уже говорил 11 и 12 пины обоих сдвиговых регистров соединены с друг другом, а 9 пин первого сдвигового регистра Q7' соединен с 14 пином DS второго сдвигового регистра. Загружаем скетч в Arduino и видим как первый регистр который у меня слева выводит число 3, а второе число 2. Атетини принцип будет точно такой же, только нужно изменить номера пинов, к которым мы подключаем сдвиговый регистр. У атетини, я взял для примера атетини 13, мы задействуем пятую, шестую и седьмую ножки, которые в Arduino и DE обозначаются как 0, 1 и 2. В соответствии с этим изменяем код скетча. Загружаем скетч в атетини, устанавливаем атетини 13 на макетную плату и подаем питание от литий-полимерного аккумулятора на 3,7 вольта. Также выводятся цифры. Я специально взял светодиодные индикаторы разных цветов с намеком на то, что можно сделать табло со счетом. То есть у нас может быть условно некоторая игра, где есть красная и зеленая команды и счет мы выводим на табло. Если односимвольных индикаторов не хватает, таким же образом можно подключить двухсимвольные, при этом задействовав не три, а пять цифровых пинов микроконтроллера. Можно повторно использовать два из трех цифровых пинов, которые подключены к сдвиговому регистру и еще добавить два свободных. Так что для такой задачи хватит ног даже у малыша атетини 13. Подробно о том, как можно сэкономить пины при подключении к светодиодным индикаторам больше, чем на один символ, я рассказывал в позапрошлом видео. Ссылка в подсказках и в описании. Все, думаю, с теорией работы с двиговым регистром и светодиодным индикатором мы закончили и в новом видео, которое выйдет на следующей неделе, уже перейдем к практике и создадим одно интересное, я думаю, полезное устройство. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok